Что там? Я лучше похожу. Меня зовут Роман, поговорим мы про импортозамещение конструкторной разработки. Я послушал доклады, понял, что здесь в основном системчики, и нужно пояснить одну большую вещь. Потому что прикладной программист — это немножко не тот человек, который разрабатывает системы. Прикладной программист — это человек, который пользуется документацией и спецсредствами. В первую очередь, вот сим-зоопарком. Так, сейчас, вот этим зоопарком всем. Этот зоопарк создает нехилый такой ряд проблем для безопасности на самом деле. Если вы хотите использовать такой вот специальный класс в Андроиде, который используется в основном для того, чтобы получать результат вызова некого стороннего приложения, вы читаете в документации, там сказано, используйте его, вы его подключаете, у вас Андроид Студия сама все скачивает, и внезапно возникает вот куча подсвеченных непонятных разрешений, которые вы приложению не задавали. И возникает Google Play сервисы, которые в ваше приложение встроены. Вы можете распаковать вашу ПК-шку, посмотреть, и они там все равно окажутся. Это вот к вопросу о политике Google и безопасности. То есть, да, вы можете использовать ООС, вы можете использовать в Андроиде, но вот это вот будет в приложении, а не в Андроиде. Это один пример, почему важно. Второй пример мы здесь уже обсуждали ранее, это догоняющее развитие. То есть, давайте сделаем собственный ООС, давайте сделаем собственный Платтер, давайте сделаем собственный Jetpack Compose, еще что-нибудь. Но, во-первых, мы всегда будем догоняющие, если мы делаем форк. Так, выходит фикс для CVE, когда он у нас появляется? После того, как он публично публикован, мы его увидели, и мы его портировали. Сколько времени от нахождения уязвимости ее фиксе в основной кодовой базе проходит, это значение недетерминированное. Мы никогда не сделаем лучше оригинала, пока не наберем нужных компетенций. Здесь есть представители открытой мобильной платформы, можете у них спросить, сколько у них ушло времени на то, чтобы с Salesforce OS сделать Aurora OS, чтобы это была уже своя собственная система. Мы имеем кучу бюрократических поделок, которые по сути являются форком, при этом они прошли регистрацию и регистрированы как отечественное ПО. В связи с этим возникает проблема. Нет новых подходов, и мы используем по-прежнему чужие инструменты. Вот эти вот конкретные инструменты. Но важный вопрос, а почему тогда своего нет? Ну, потому что это штуки довольно-таки большие. Как можно опять же посмотреть на исходном слайде, все это сделано достаточно крупными компаниями. Относительно маленькая компания делает Kotlin, но она делает это при поддержке Google. Все остальное это Facebook, это Google, это Kuti, которые очень сильно едут на коммерческих заказчиках, и это снова Google Jetpack Compose. Соответственно, задаем вопрос, а почему они существуют? Ну, я сказал, это большие компании, но ведь это все открытые продукты. Почему они есть? Потому что большие компании создают эти продукты, выносят их в open source, создают под это фонд, фонд получает налоговый вычет, компании отправляют свои деньги в этот фонд и получают социальные гарантии от государства за счет этого. Платят меньше налогов, получают социальные гарантии для сотрудников. Своих сотрудников, которые разрабатывают их софт, но при этом он open source. То есть это некая стратегия. Чтобы у нас были свои решения, нам нужна такая стратегия. И частично она есть, потому что есть мы. Мы пришли в фонд содействия инновации, показали, что мы можем сделать, они дали нам денег, вот мы теперь показываем вам. Наш приоритет — это в первую очередь открытость. Если посмотреть на те системы, они все открыты. Такие системы не могут существовать в закрытом виде. Это, получается, некие операции, сделанные под конкретного заказчика и каждый раз допиливаемые. Поэтому мы сразу взяли наш код, сразу показываем его всем. Он весь у нас в репозитории доступен. Следующий пункт — это самодостаточность просто для того, чтобы мы могли поддерживать разные платформы. Мы должны сделать этот код расширяемым, чтобы другие разработчики могли в него добавлять некие свои части. Мы должны сделать его независимым от платформы и при этом эффективным. Если кто знает, у Линукса есть механизм E-Pol, например, в BSD — это как в Экве, соответственно. В Windows там своя система. Мы должны их использовать просто, чтобы быть эффективными, но при этом должны сделать некую замену для того, чтобы была некая универсальная функция, которая работает везде. И ключевой момент, напоминаю, мы о прокладных разработчиков говорим, это простота освоения. Это не те люди, которые пойдут дальше документации. И вот такая у нас базовая архитектура. Здесь ключевые вещи, которые мы сделали — это графический движок, модуль баз данных, модуль веб-сервера и модуль поддержки скриптов на основе WebAssembly. Не хочу смущать, потому что WebAssembly здесь не имеет отношения прямого к вебу. Но об этом я расскажу дальше. Вот наш базовый список зависимостей. То есть это абсолютно стандартные библиотеки. Ну, за исключением вот VAMR — это интерпретатор WebAssembly. Ну, опционально. Также криптосистемы и все такое. Мы работаем на самом базовом уровне. Ниже просто только сама ОС. И вот пример насчет криптографии. Наши криптогосты, они, конечно, замечательные, но прикладные разработчики их к себе не используют. Вот мы ранее слышали авторизацию по JSON WebToken, чья криптография используется в JSON WebToken. Ну, не наша. Что мы сделали? Мы просто там добавили два дополнительных флага. Это позволяет использовать отечественную криптографию в JSON WebToken. Реализовано у нас это либо на GNU-TLS. Кстати, не используйте версии меньше, чем 3.8. Они плохо поддерживают. И OpenSSL с референсной реализацией от TK26. Это GhostEngine, которая. И мы добавили к этому абсолютно упрощенный интерфейс. Именно для того, чтобы разработчики могли просто создать ключ, просто им что-то подписать, просто проверить, чтобы это было читаемо. Если кто-то сталкивался, то когда вы пишете код для криптопровайдера на OpenSSL, это огромная стена текста. Прикладной разработчик не будет таким пользоваться, он просто испугается. Следующий аспект. База данных. Для меня это духовная травма, но сейчас разработчики не идут к SQL-базам. Они идут к тому, что просто. Amazon у нас замечательно ушел из России. Если уйдет еще и Firebase, для прикладных разработчиков станет совсем весело. Поэтому мы просто взяли SQL-базу и решили, что нам мешает взять SQL-базу и ее упростить. Примерно таким образом. То есть у нас есть в коде единая точка определения структуры базы. Эта структура определяет кучу всевозможных дополнительных функций. Она автоматически настраивает базу данных, поддерживается. Кулит, Postgres и на Postgres промо это тоже тестировали. Для нее есть автоматический поиск прямо из коробки, тоже для прикладных разработчиков крайне важная штука. У нее есть контроль доступа на уровне роли и идентификации, который прикладному разработчику нужно принудительно отменять. Это дает возможность на тестирование безопасности сразу видеть, где система переходит в небезопасный режим, потому что разработчик это должен явно отметить. И это автоматически создает REST API для того, чтобы у сервера можно было запрашивать данные, которые необходимы приложению. Так, Cool Stories я немножко пропущу. Следующий аспект как раз про WebAssembly. Есть такой проект в оси WebAssembly System Interface. Идея его в том, чтобы WebAssembly сделать неким универсальным языком, универсальным байт-кодом, на котором можно писать на любом языке. Этот язык компилируется в этот байт-код и запускается интерпретатором. Но этот проект, он совсем недавно стал зрелым. Зрелым он стал за счет проекта VIT. Это язык определения интерфейсов. Он определяет одновременно API и бинарный интерфейс, с помощью которого гостевой язык, так называемый, то есть тот, который будет компилироваться в WebAssembly, мог знать, какие методы и как нужно вызывать у интерпретатора, чтобы получить нужную функцию. На данный момент есть официальная тулза VIT.bindgen. Она поддерживает языки C, Rust, Go, Yahoo, JavaScript. И работа ведется над некоторыми другими. Также разработчик может просто сам взять вот этот VIT-файл, сгенерировать по нему свой собственный API и им пользоваться. При этом API остается стабильным. Если скорости интерпретатора недостаточно, то, собственно, код на WebAssembly можно скомпилировать в нативный код. Такая функция тоже предусмотрена. В таком случае у нас будет падение скорости на вызовах API, но не будет падения скорости на работе самого кода, который был в WebAssembly. Если нужна безопасность, ну тут классический подход, он в Android, в Harmony, везде. Просто подписываем модули и проверяем сертификаты на них, чтобы это был именно тот код, который установлен, доверенный код. И вот следующий аспект. Потому что большинству приложений нужен какой-то веб-сервис, где они хранят данные, где они авторизовывают пользователей, где реализуют какую-то дополнительную логику. Мы это тоже предоставляем. То есть мы предлагаем базовый шаблонизатор. Он не такой сложный, как обычно для веба. Он просто для того, чтобы генерировать базы LSI. Основное предназначение — это API, баз данных, о котором я как раз говорил. И запуск неких C++ модулей в том числе позволяет запускать вычислительные системы на базе Vulkan. Ну, например, нейросети какие-то. Это особенно важно, когда у нас слабое устройство, мы просто базовую нейронку на нем запустить не сможем. Ну и админиативная производительность. Это не Node.js, это C++. Поэтому работает очень быстро в сравнении. И ключевой для графических приложений — это то, на чем построена графика. Графика у нас выстроена прям с нуля. То есть мы рисуем на Weyland, мы рисуем на X, мы рисуем на нативном композиторе Android. Используем для этого Vulkan в первую очередь. Потому что это зрелая инфраструктура, которая, во-первых, связана со всеми другими API. Проект Zinc, в частности, может реализовывать OpenGL на базе самого Vulkan. Есть множество сравнений Vulkan и KUD. При применении для вычислений есть разные подходы. Где-то он по вычислениям быстрее, он точно быстрее по инициализации и по передаче данным. Просто можно погуглить, научных статей на это достаточно много. Драйвера сейчас есть практически для всех общедоступных чипов, в том числе для чипов мобильных. У нас в наших устройствах, конкретно в российских, отечественных, которые называются, используются чипы от Mediatek. Там, как правило, графика построена на PowerVR. Для PowerVR совсем недавно в ядре Linux появился открытый неравер, который как раз можно использовать на своих системах для того, чтобы поддерживать Vulkan. Ну и важно, что Vulkan — это передовая технология по графике. Все вот эти штуки типа Raytracing мы, конечно, не включаем, но BIMLESS, Muffer Device Analyst, Descriptor Muffer — все они предназначены в первую очередь для экономии времени камеры. Это, как правило, используется, чтобы сделать вашу игрушку более красивой, но на самом деле это просто снижение затрат на эффективность, на передачу буферов, на передачу дескрипторов, на некий объем переключаемых состояний, в частности, это BIMLESS. То есть для наших чипов в устройствах, в отечественных, это используется для того, чтобы сделать более гладкий интерфейс, несмотря на то, что это достаточно устаревшие или слабые чипы. Естественно, не Vulkan'ом единым, потому что ArenaGraph мы реализовали на базе независимой, от API. Если необходимо, мы можем взять Neuromatrix Hall и реализовать инференс нейросетей или даже обучение нейросетей на их базе. Главное, что мы сам граф вычислений определяем независимо и сможем его туда-сюда переносить. Нам, конечно, будет необходимо некое математическое инро переписать, но мы сможем это сделать, это то, что изначально предусматривалось. Ну и важное. Здесь уже речь шла о том, что экраны у устройств разные, разные приложения должны масштабироваться, для этого нужна векторная графика. И ее мы тоже реализовали сами, буквально с самого низкого уровня, то есть с тесселяцией. Кто не знает, это разбиение аналитически заданных кривых на планарный набор треугольников, которые уже рисуются графическим адаптером. Мы проверяли LipTest 2, смотрели на Skiakair. Skiakair они очень специфически реализованы, нам не подходят, поэтому мы сделали собственный, который умеет в кучу функций, практически в любые планарные аналитические кривые, но, как правило, заданные без е, не любые. Хорошо. Умеет порождать струкнуру ускорения для GPU, для решения задач попадания точки в... Как это называется? В общем, в некую фигуру. Полигон, здесь написано. Работает быстро, многопоточно, адаптирован для того, чтобы это дело выгружать в тот же самый вулкан. Мы это тестировали на небезумном множестве иконок, все иконки рисуются, все это работает достаточно быстро, при необходимости выдает 60 фпс, причем даже на лава пайп, который является цеповым рендером для вулкана. Он выдает очень много вершин, но при этом работает вполне себе сносно. То есть 60 фпс дает. Вычисляет любые параметры, самопересечения, внутренние прямоугольники, все как надо, всю правильность мы проверяем. И вот что из этого получается. То есть это уже конечное приложение, это конкретно приложение финграмотности МГУ, оно называется финграмотность, в Google Play доступно. Здесь все рендерится нашим движком. От теней до последнего символа. Сами символы, конечно, рендерятся фритайпом. Их размещение, все остальное, формулы, все вот это, все взаимодействие, это все наше. Здесь нет никаких флаттеров и всего остального. Здесь нет никакого веб-вью. Это весь стек, начиная с композитора, все наше. Ну и немножко веселее. Вот те тени, которые вы можете видеть на грани, на элементах. Это на самом деле не спрайтовые тени, это тени Assigned Distance Field, то есть вполне аналитически корректные. Они корректно накладываются друг на друга, корректно друг с другом взаимодействуются. Мы так можем сделать просто потому, что это наша технология. Нам захотелось экспериментов, вот мы так сделали. В итоге, что у нас есть? У нас есть поддержка Linux, Windows, Android. Для всяких macOS, iOS она есть частично, но мы планируем это закончить. Есть все необходимые архитектуры, включая Elmerov. Правда, с компилятором 27 лучше работать. С 26, который есть у Astra, но не так хорошо будет работать. Есть интерфейс FBD, WebAssembly, векторный движок, 2D движок. Это все есть. Есть небольшой номер виджетов, который позволяет делать простые приложения специализированной функции. А вот чего нет, что мы еще разрабатываем, это в первую очередь биндинг для того, чтобы все функции могли запускаться на WebAssembly. Нам нужно больше виджетов. Мы сюда пришли посмотреть на устройство, в том числе, чтобы поддержать больше операционных систем и архитектур, если таковые будут. И в итоге, как я с чего начал, хотелось бы получить единый ферморг, единый SDK для отечественных OS. И не только для отечественных OS, потому что востребованность в отказе от подконтрольного странным компаниям кода, она есть буквально повсеместно. И более того, важно, чтобы мы смогли начать обучать разработчиков изначально на своем коде, который связан со своими компаниями, которые будут заинтересованы в том, чтобы этих разработчиков себе брать. То есть нам нужно воспитать своих прикладников, а не те, которые будут воспитаны там на флаттере, код линии и всем остальном. И таким образом мы получим свое сообщество. Абсолютно не важно, поскольку мы открыты, весь код показан, для нас важно, чтобы выполнилась цель, а не чтобы ее выполнили конкретно мы. На этом всем спасибо. Спасибо. Так, сейчас нам вопрос сверху. Спасибо за доклад. Framework, честно говоря, невероятный какой-то. Значит, вопрос такой. Все-таки за счет чего вы, например, перспективнее, чем React Native? Может быть, чем-то все-таки уступаете? Ну, у нас… Так, сейчас, секунду. Это наш сайт. На сайте у нас есть сравнение с React Native, со всем остальным. У React Native есть большая беда, называется язык JavaScript. Это очень сильно зачастую накладывает на производительность влияние. В целом, насчет перспектив. Например, я не скажу про React Native, я про него мало знаю, но я могу сказать про Flutter. На данный момент Google отказывается от Flutter в пользу своего Jetpack Compose. Jetpack Compose, он, в свою очередь, встроен в Kotlin мультиплатформу. То есть, все разработчики, которые учились на Flutter, они просто возьмут и выйдут, если Google перестанет от проекта поддерживать. А это вполне вероятный сценарий по их поведению. Точно так же может случиться с React Native и тому подобными вещами. Только надежные ваши компании с четырех человеком. Да, в сравнении с маленькой, жалкой компанией, которые Kotlin разрабатывают с полу. Поэтому я и говорю, не важно, что это будем мы или не мы. Мы задаем тему, мы попытались это сделать, у нас что-то получилось. Что мы здесь представляем? Мы надеемся, что кто-нибудь этим заинтересуется и начнет это продолжать. Но это требуется некое архитектурное обоснование. Почему это оптимально? Я секундочку скажу, потому что есть в чате вопросы. Вот почему вы потащили васм как скриптовый движок? Есть много вариантов, как это сделать по-другому. Обычно, если человек использует васм как скриптовый движок для бизнес-логики, это означает, что он когда-то занимался криптой, там это распространено. Вы криптоны? Нет, мы криптой не занимались. Я начал заниматься васмом несколько раньше, чем появилась криптовая. Там до сих пор нет сборщика мусора, например. Есть. Уже. Уже есть? Ладно, окей. Новая информация. Почему мы используем васм? Потому что мы можем поддержать больше языков. Мы любим стандартные языки. Мы не любим Dart. Мы не любим вот все, что придумывают отдельные разработчики, чтобы создать ванн-арвокин. Если есть специалист по расту, он любит писать на расте, ну, мы дадим ему возможность писать на расте. Аналогично с семейством Java и всем остальным. Как настоящий разработчик вы ненавидите любой тип локинга зависимости, да? Да. Вот это настоящий разработчик, вот прямо true, прямо этот дух чувствуется. И еще такой вопрос. Вот у вас, почему вы не использовали стандартную лицензию типа MIT там или JPL? Люди прямо смотрят и примерно все понятно. А вы написали свою собственную лицензию, где корявым английским языком пишите, идите нахер, ни за что не отвечаем, короче, не знаю, что, в общем, идите нахер. Да, у нас лицензия MIT. А, ну, тогда просто стоило написать MIT и все. Святой Apple там что-то там, лайценс и много-много разных букв. Часть большими буквами, часть маленькими. В общем, пугает, пугает. Напишите просто MIT. Да, все, давайте. Добрый день. Вы уже были? Вот как бы беда, беда у нас в стране, что мы мало знаем про собственные продукты. Вот вы сказали, что никто не делал, ничего нет, но вот как бы, например, наша компания как раз именно тауттель технологии имеет собственное кроссподформенное решение уже довольно давно. Мы поддерживаем все российские операционки, включая Аврору. И действительно, единый код работает на всех платформах. Я думаю, что нам надо будет пообщаться сейчас после доклада. Но я хотел спросить еще вот о чем. Не могли бы вы вкратце описать вот как это выглядит на практике? То есть, например, я хочу написать приложение под Android и под, там, я не знаю, что у вас еще поддерживается. iOS, например. Ну, iOS у вас еще написано как бы в процессе. Ну, например, вы можете захотеть написать приложение. Ну, вот, я имею в виду, я имею в виду, что не могли бы вы вкратце описать, как это выглядит, потому что, честно говоря, посмотрев сайт и там документацию, вот понимания нет. То есть, я хочу создать приложение. Первое, что мне для этого нужно сделать? Вы создаете мейк-файл, копируете файлы из примера, там есть Hello World. В каком языке? На C. В Class Class. Что? На C Class Class. Ну, изначально, да. Вы можете, когда мы наделаем полностью поддержку биндингов для графики, сможете на любом языке из вас в WebAssembly точно так же сделать. А GUI на чем мы проектируем? Пожалуйста, микрофон. А на чем GUI проектируется? На C. На C++. Ну, то есть, у вас собственная там библиотека GUI классов и так далее? То есть, это не декларативное описание? У нас есть возможность декларативного описания через шаблонизатор. Через пуг. Я указывал, кажется. Можешь не указывать. Хорошо, вот я взял код, как бы на C Class 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 и дальше что? Как мне его собрать? Как это выглядит на платформе в виде нативного приложения? Вы делаете MakeCost. Он собирает вам под Android, например, библиотеку нативного кода. Вставляете библиотеку нативного кода, подключаете их на ActiveActivity и все, оно работает. Не понял, я собираю приложение или библиотеку? Вы собираете MakeCost библиотеку, вставляете ее в приложение. То есть, мне надо создать в Android Studio приложение? Ну, да. В любом случае, вам придется создать иначе. Вы его можете генерировать? Можем генерировать, если вам необходимо. В принципе, можете или как бы у вас это есть? Нам это не нужно. У нас есть возможность просто подключить к существующему проекту Android Studio. Хорошо. Я подключаю библиотеку. Мне нужно какие-то изменения в приложении делать андроидным? Ну, в смысле, что я библиотеку, то есть ее же надо как-то вызвать, там, инициализировать, что-то делать. Просто ставите натив-активит из библиотеки компонентов перетянул, ставил, все. А, то есть я должен как бы свою активит унаследовать от вашей. И все, на этом все. Вам не нужна своя активит. Вы из библиотеки компоненты берете стандартный и перетягиваете. Каким образом вы тогда встраиваетесь в процесс? Потому что это стандартный процесс подключения нативной библиотеки для андроида. Вы перетягиваете натив-активити, он выдает вам диалоговое окно. В смысле, вашу активити, да. Не нашу активить, стандартный андроидов натив-активити. Так, ну, давайте, по-моему, попрошу по циклу уже третий раз проходим. Я чувствую, что немножко мы зациклились. Вам можно побольше мастер-класса, побольше роликов, это просто надо помочь. Можно встречный вопрос? Ваша система, она на каком уровне запускает отрисовку? Если кто не понял, тут конкурирующие два фреймворка. Это Тау-платформа, Ruby в левом углу зала и на C++. Наш фреймворк примерно соответствует Электрону, но только мы на нативных платформах. То есть Электрон, я поясняю для присутствующих, Электрон — это веб-платформа, которая запускает отрисовку интерфейса в Chrome. Я не могу не спросить, он открытый? Да. На самом деле у нас лицензия тоже МИД. Отрисовка, да, как бы через веб. Естественно, как бы на том веб-движке, который на платформе присутствует. То есть, например, на Андроиде, понятно, там Chrome, на iOS-ах это как бы Apple-ский движок, на Aurora, соответственно, ну сейчас в Mozilla-овске, вот они хромиум там типа вот-вот. То есть используется платформенный веб-движок. Коллеги, позвольте задать вопрос как раз по отрисовке, не связанной с деталями того, на чем какая платформа, как основа. Вы упомянули, что у вас на Volkan'е все, да? А сможете ли вы работать с аппаратным ускорением на железе, где есть только Glass, но OpenGL ES? Нет, на данный момент нет. Если на этом железе действительно есть только OpenGL ES, потому что мы с таким железом сталкивались в 2014 году. Ну, смотрите, вот, например, Mali-T860, Mali-T4, там только Glass 3.1 и 2.0. Это, если я не ошибаюсь, тот, который на Байкале стоит. Да, там согласен. Старые армы там не подходят, да, то есть. Но они скоро умрут, наверное, да? Ну вот, возможно. Работает. Спасибо. Я могу сказать, что мы работаем, ну, с аппаратным ускорением, да, это было бы хорошо, но конкретно для Байкала мы можем запускаться через Mesa LavaPipe. Мы можем отключить просто часть эффектов и приложение достаточно быстро работает. Это у вас уже слайд-шоу пойдет? Нет, это зависит от реализации. Просто нужно иметь в виду, что какие вещи LavaPipe делает быстро, какие вещи LavaPipe делает медленно. LavaPipe делает медленно шейнеры, LavaPipe делает быстро прямую растеризацию и быстро копирует буфер, потому что фактически их копировать не надо. Они находятся в одной и той же оперативке. Так. Ну, тут все. Давайте все-таки тут бой продолжим. Нет, нет, я не бой, у меня чисто из любопытства. А вы свой фреймворк, ну, вот очень круто, вулкан, аппаратное ускорение и так далее. А вы, задача как бы, какая у вас, на кого позиционируетесь? Игрушки писать или бизнес-приложение все-таки тоже? Мы позиционируемся как общего назначения, то есть все те, кто идут на Flutter, на Kotlin, на все остальное, в том числе на них. Игрушки писать при желании тоже можно, потому что, ну, платформа это позволяет. Если, это правда нужно отдельное направление, потому что подход к документированию того, как писать игрушки и того, как писать бизнес-приложение, он разный. Мы сейчас выбираем между направлениями, в том числе, поэтому мы здесь присутствуем. Окей, спасибо. Как раз и стоит бизнес-приложение делать как игрушки, тогда, может, людей их видят тоже хорошие, веселые. А то у нас бизнес, это вот от 3 до 5, и без нас. Спасибо. Будет очень интересно пообщаться в кулуарах. Пора, пора. Бизнес-приложение как игрушки, это слоган, который вам надо использовать. Всем спасибо. Мы можем продолжить в кулуарах. В принципе, у нас от регламента осталось 5 минут, у нас мы еще могли позвать вопросы при желании. А так? В смысле, у нас осталось свободное время? Да. А кто выгонял? Подожди-ка. Давайте продолжим бой. Правильно ли мы поняли, что у вас геймдев бэкграунд? Да. У нас тоже. Но вы ушли на Руби. Мы уже давно ушли. FPS вам не снится? Мы уже давно ушли на Enterprise, поэтому да. Хотя в молодые годы занимались и графикой тоже. Я, например, писал софтверную имплементацию OpenGL для компании LG. Отлично. Я просто могу пояснить, почему в геймдеве так получается, потому что это, как правило, разработчики широкого профиля. Ты сам делаешь и базу данных, и адаптеры, и все остальное. И обычно им, кстати, не доплачивают по сравнению с Enterprise. В какой-то момент они это обнаруживают, уходят, иногда делают компанию Яндекс, иногда какие-то бизнесовые вещи запускают, типа 1С. Ну что ж, кстати, может быть, у вас есть как инкалергенция. Вас Руби поддерживает? Не знаю, не проверял. Не проверял? Это вот как переписывать с того платформы, например, на ваш фреймворк. Может быть, вы сделаете небольшой курс такой? Хочу, хочу, хочу. Да, стоит. Ну, в общем, от вас, очевидно, ожидает в следующих докладах какие-то сравнения с другими фреймворками, потому что люди это не чувствуют полностью. Я вот сам клонировал и начал смотреть, и что-то начал собирать, но еще не чувствую до конца его возможностей. То есть, мне сняться какие-то то веб-сервера на C, такие прямо блобы настоящие, которых там вот эти сертификаторы вообще разобрать не могут, куда там подлезть блобами начать. С другой стороны, я вижу там какие-то может быть действительно вещи, типа экранных аннотаторов можно рисовать, какие-то прямо такие штуки, которые прямо в рисовалку влезают. Ну, ты скоро сам напишешь такой. Я написал скринпен, я его как раз собираюсь приписать. А, ты делаешь очередной доклад, в котором ты скажешь, вы все делали неправильно, я помню про питон, точнее, про удав. Да, удав. Ты помнишь про удав? Я сегодня, кстати, удав продавал, вот видите, они помнят про удав? Я сегодня удав продал в Купиос, вот, между прочим. Он будет в их акселе, который называется «Ведомость» теперь, да, вот все. Слушайте, ну, мне кажется, хорошее завершение второй секции, я рад, что вы говорите. Скачайте, поставьте стар, найдите репозиторию, то есть, я очень просто найди. Ты куда меня перебиваешь, погоди, надо с тобой попрощаться, я уезжаю сегодня, все. Прощай, наконец-то. Самое главное, на самом деле, у нас очень, вот последний доклад мне показался интересным, самое главное, что это что-то новое, что стыкнуло. Вот, честно говоря, ребята ко мне подходили и идея была такая, давайте соберем там куда-нибудь попробуем. А тут появился второй вариант, а давайте тоже соберем. А почему вы собрали ничего не собраны в Сизиф? Да, вот, действительно, почему? Я вообще ожидал, что вот Apple вы соберете первыми. Вы же первосборщики, вы же постоянно… Я только узнал на этой конференции о том, что есть вот такая разработка, да. Ну, то есть, как бы вот и у коллег тоже. Я предлагаю всем, у кого есть открытые решения, чтобы мы о них узнавали, просто их собирать в Сизиф и пробовать рассказывать друг другу прямо о том, что мы этим уже пользуемся. А мы случайно узнали об этой конференции точно таким же образом. А если вы Сизиф назовете не Сизифом, а как-то по-другому, может быть, люди будут меньше бояться заниматься Сизифовым трудом. И к вам потянется народ, я так и знал, так не работает. Как ты называешь, все равно работать придется, понимаешь? Да, но не так. Да. Лучше жертвовать печень. Я понял, как вы лодку назовете, но там же был же успех какой-то у этого капитана-то вроде как приплыли. По-разному приплывают. Так, в общем, у нас начался кофебрейк через две минуты. Если мы как бы выходим, то можно уже успеть что-нибудь съесть. И обязательно найдите типа форка, типа старов поставьте. Там, говорю, депозиторий девственный, форков нет, старов нет, ничего нет. Они будут рады каждой звездочке. Потом они, конечно, обматереют вот так.